Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите передачу по кашеварям, а смотрите вы ее неспроста, я уверен, а все потому, что вы очень хотите увидеть какой-нибудь офигительный рецепт от Витальки, и я вам его дам. Все наверняка знают, что такое пирожное брауни. Брауни это такое пирожное американское, ну прям очень шоколадное, типа кекса, но не кекс. Все любят брауни, и я тоже люблю, и вы любите брауни, так почему же нам не сделать этот замечательный десерт? Это достаточно простой рецепт, и я думаю, у нас с вами не возникнет проблем в его приготовлении. Давайте посмотрим на ингредиенты. Так как этот десерт офигительно шоколадный, нам нужен шоколад, вот у меня бабаевский шоколад, горький 75% какао. Нам нужно где-то полторы плитки шоколада, то есть 150 грамм. Еще нам нужно 110 грамм сливочного маслица, 250 грамм сахара, разрыхлитель теста, 3 яйца, мука нам еще нужна 110 грамм примерно. Вот и все, погнали готовить! Шоколад ломаем на кусочки и складываем вместе со сливочным маслом в какую-нибудь емкость. На водяной бане растапливаем все это дело. И главное хорошо перемешать, чтобы была такая блестючая и гладкая консистенция. Яйца взбиваем с сахаром до белого состояния. В яичную смесь добавляем шоколадную смесь, которая немножко остыла, и все перемешиваем. В эту жижу просеиваем муку и еще раз аккуратно перемешиваем. Добавляем разрыхлитель теста, 5 грамм. Мы еще с вами добавим орехи. У меня это будет фундук. Вы можете взять фисташки или какой-нибудь другой орех. Надо его пробить с помощью блендера, чтобы были не цельные орешки, а такие небольшие кусочки. Орешки добавляем к нашему шоколадному тесту. Теперь с вами берем какую-нибудь желательно квадратную или прямоугольную форму для выпечки. Смазываем ее маслом или застилаем пергаментной бумагой. Можно сделать так и так. А пергаментную бумагу лучше выложить крест-накрест, чтобы потом было удобно доставать наш брауни. Выпекать брауни надо примерно 30-35 минут при 180 градусах. Вы меня спросите, а почему такая неопределенность во времени приготовления? На самом деле я сказал ориентировочное время, а вам надо все-таки контролировать готовность брауни с помощью вот такой какой-нибудь шпажки или зубочистки. Главное не пересушить брауни, чтобы серединка была немножко такая влажная, похожая по консистенции на помадку сливочную, наверное. А для этого воспользуйтесь шпажкой или зубочисткой. Надо все время проверять на влажность середину нашего пирога. Когда наш брауни мы достали из духовки, ему надо дать остыть, дорогие друзья. А прежде чем подавать брауни на стол, надо нарезать его на квадратики или на прямоугольники. А в идеале к брауни надо добавить еще шарик мороженого. Вот и все, дорогие друзья. Достаточно простой, но очень вкусный десерт у нас получился. Я надеюсь, вам понравилось. А если это так, то ставьте пальцы вверх, комментируйте видео, подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали, и вступайте в группу ВКонтакте. С вами была передача по кашеварям. Всем пока, до новых встреч!